Здравствуйте, дорогие друзья! Завершается месяц Шват и начинается месяц Адар. А Рошходыш, праздник месяца, новомесячья Адара, уже началось. И это самое главное сегодня, потому что это поворот. Это поворот на другую сторону жизни. Это поворот на удачу. В Адаре мудрецы говорят, когда приходит Адар, прибавлять радость, обязанность. Если все остальные, мы должны быть веселыми, но все равно месяц есть месяц. Здесь обязанность. Дело в том, что человек, такая у него проблема. Человек, написали мудрецы, так не уверен в своем будущем, что просто не в состоянии чистофердечно, искренне радоваться настоящему. И это одна из главных проблем. Нас вечно томит и гложет беспокойство о том, что будет завтра, о том, чего у нас нет. Из этого мы подчас не радуемся тому, что у нас есть. Потому что мы имеем таким образом постепенно все, что имеем, оно становится ловушкой. Потому что в сущности получается, что чем больше человек имеет, тем больше он страшится это потерять. Так нельзя смотреть. Особенно в месяце Адар смотреть так на мир нельзя. Месяц Адар очень любим самим Богом. На что намекает название месяца? Адар можно разделить на две части. Первая буква означает единицу и символизирует Бога. Бог один, это понятно. А слово Адар означает, что он проживает, живет и как бы здесь намекается на том, что это месяц идеальный для жилища, как жилища для Бога. Этот месяц огромного потенциала, невероятно скрытых возможностей. Популярное еврейское поздравление Мазл Топ в буквальном переводе означает, что доброй звезды. Вот в Адаре добрая звезда. Поздравляя с приближающимся праздником Пурим, мы говорим Мазл Топ. Доброго вам месяца и пусть даст вам Бог силы, прозорливости и умения воспользоваться своим потенциалом благоприятнейший месяц Адар. Адару соответствует месяц созвездия рыбы. Рыбы обитателей тайного подводного мира. Главный праздник месяца Пурим посвящен скрытой руке Бога, который творит историю. И этот месяц именно размножение большинства рыб в озерах, в реках. Созвездие рыбы это вообще символ благословения, поскольку рыбы укрытые под водой от чужих взглядов. И как говорит Кавала, они не подрежат с глазу. Дурной глаз над ними не властен. Над ними не властен вообще никакое проклятие. Они не погибли даже во время всемирного потопа, поскольку в те времена продолжали себя вести так же, как им было предустановлено. Рыбы никогда не спаривались иначе, как с рыбами своего вида. Этот месяц находится под знаком созвездия рыбы и является счастливым и в первую очередь счастливым для народа Израиля, поскольку в нем он также уподоблен рыбам. Тора дважды обратила свое лицо к еврейскому народу именно в этом месяце. В Адаре родился Машер Абейну, именем которого и названо практически Тором. Мы говорим это Тора Маше. В Адаре евреи снова, на этот раз добровольно, без всякого принуждения, приняли Тору во времена Мардыхая и Эстер. Хасидские авторитеты, ссылаясь на различные каббалистические источники, кто это любит, пишут в своих книгах, что имя ангела-хранителя мира в месяце Адар – Абрахейль. Что еще рассказать? В Талмудах, книгах законноучителей, месяц Адар назван благоприятным для человека, ведущего судебную тяжбу или какую-нибудь борьбу с кем-то недостойным. Ибо слово «мазаль» означает на иврите также «удача», «фортуна». Поэтому, если у кого-то написано, есть какие-то тяжбы, суди, лучше это делать в месяце Адар. Адар считается благоприятным вообще для всего еврейского народа, способствует победе над противниками. Ибо в месяце Адар был побежден Амалек. Это распространяется на весь мир, потому что Амалек – это не только здлейший враг Израиля, а по мнению многих каббалистических авторитетов, это здлейший враг всего человечества. На протяжении долгой истории изгнания Израиль всегда надеялся на избавление и освобождение, но в месяце Адар как бы особенно, потому что в этом месяце избавились от тормада. Не упустите месяц. Не упустите месяц удачи. Ключ к ней, к удаче в этом месяце – это улыбка и радость. Казалось бы, очень просто, но эту улыбку и радость надо провести через весь месяц. И не просто. Вот с этой секунды надо начинать улыбаться и радоваться. Категорически месяц несовместим с плохим настроением и грустью. Он обладает силой перевернуть все, но когда мы поддержим его, повторяю, улыбкой и радостью, Каббала говорит, что человек, который радуется весь этот месяц, обретен на удачу. Чего вам и желаю. Брахавы от слаха, всего самого лучшего. Ходыштов.